Итак, ребята, продолжаем разбирать второй модуль, седьмой класс, портлайт. Буквка B – a classic read – классическое чтение. Итак, the plot – сюжет. Journey to the center of the earth by Jules Verne is an adventure story about a professor Otto Lindenbrock and his nephew Axel. Путешествие в центре земли. Jules Verne – это приключенческая история о профессоре Otto Lindenbrock и его племяннике Axel. After they find a mysterious message from explorer Arne Saknusson in an old book, they got on a dangerous journey to look for the center of the earth. Знаете, ребята, правильно сакнусом сказать. Итак, после того, как они находят мистическое сообщение от исследователя Arne Saknusson в старой книге, они отправляются в опасное путешествие искать центр земли. Во время их приключения их плод как бы разбивается об скалы, и они открывают восхитительное место. В то время как Ганс ремонтирует плод, Аксель и профессор осматривают окрестности. Итак, профессор и Аксель – диалог. Let's explore this area over here. Давай исследуем вот ту площадь вот там. What's that noise? Что это за шум? Quick hide. Быстро прячься. The man hide behind some bushes. Мужчины прячутся за кустами. Look, a man and huge elephants. Посмотри, мужчины и огромные слоны. But they used to live thousands of years ago. When we get home, people will be amazed about what we saw. Но они жили тысячи лет назад. Когда мы приедем домой, люди будут в восхищении того, что мы увидели. But will they believe us? Но поверят ли они нам? We must get back to hands and the raft. Мы должны вернуться обратно к ганцу и к плоту. What? What's this? Что? Что это? It's a very old knife. Это очень старый нож. It must be arne sacnusums. Должно быть, он принадлежал arne sacnusumu. The professor finds initials on a cave wall. Профессор находит инициалы на стене в пещере. Sacnusum was here. Sacnusum был здесь. The compass must be broken. Компас должно быть сломался. We found it. This must be the last part of arne sacnusum's journey. Мы нашли ее. Это должна быть последняя часть путешествия arne sacnusum. Quick, let's find hans and come back. Быстро. Давай найдем ганца и придем обратно. У них разбился плод и они в пиджачках, в рубашечках. Итак, reading and listening. Чтение и аудирование. Look at the pictures and listen to the sounds. Посмотрите на картинки и послушайте звуки. What do you think the story is about? О чем вы думаете истории? Read the plot and find out. Прочитайте сюжет и выясните. Мы это уже сделали. Второе, ребята. Read the story and complete the sentences with words from the text or your own words. Прочитайте историю и заполните предложение словами из текста или вашими собственными словами. Итак, давайте попробуем. Итак, ребята, первое. Axel and the professor heard, Axel и профессор услышали, что? A noise, шум. Далее. Итак, the man hid, мужчины спрятались. Behind the bushes, мужчины спрятались за кустами. Далее. Then they saw a man and a huge prehistoric elephants. Потом они увидели мужчину и огромного доисторического слона. Далее. And Axel found a knife. Axel нашел нож. Далее, ребята. Put the pictures aging in the correct order. Поставьте картинки A и G в правильном порядке. Listen and check. Послушайте и проверьте. Ребята, картинки нужно поставить было в порядке. Сначала D, потом E, потом C, потом A, потом B, потом F, потом G. То есть вы поняли, да, картинки? Вот эти. И дальше вот эти картинки, которые идут ниже. Ну, мы текст с вами разобрали, вы поставите их. Далее. Третье. Find words in the text which mean. Найдите слова в тексте, которые обозначают. Look around. Ребята, посмотрите, я уже написала вам. В тексте это explore, исследовать, обойти местность. Второе. Very good. Ой, извините, very big. Это huge. В тексте огромный, очень большой, огромный. Surprised, удивленный. В тексте amazed. The first letters of your name and surname. Первые буквы вашего имени и фамилии. В тексте четвертые. Initials. Пятые. An instrument that shows direction. Инструмент, который показывает направление. Ну, понятно, это compass. Find something. Найти что-то. Discover. И последнее. Седьмое. Go somewhere you can't be seen. То есть идти туда, где вас не могут увидеть. Это hide. Прятаться. Четвертое, ребята, значит, упражнение. Портфолио. Take roles and act out the dialogue in the story. Ну, займите роли и разыграйте диалог в истории. Record yourself. Запишите себя. Ну, я думаю, это вы сами сделаете. Далее. Be. Use the pictures to narrate the story. Используйте картинки, чтобы пересказать историю. Ребята, ну, тут тоже ничего сложного нет. Выбирайте основные, как бы, события в истории и их пересказывайте. Да? Ну, в принципе, история может звучать вот по данным заголовкам. Даже, ребята, чтобы пересказать историю, достаточно взять четыре предложения из второго упражнения. То есть, вы, ну, конечно же, должны пояснить, что во время, вот, during the adventure, во время приключений, путешествия, the raft plot is broken или broke down, broke against rocks. Разбился о скалы. И что дальше? Александр, профессор, heard a noise. Или они пошли исследовать остров. Итак, ребята, давайте я вам сразу скажу, как можно было бы текст составить, чтобы вы не путались. Смотрите. Axel, профессор и Ганс поехали в приключения. Unfortunately, their raft broke against the rocks. К сожалению, их плод разбился о скалы. While Hans was repairing the raft, Axel and Professor went to explore the area. В то время, как Ганс ремонтировал плод, Axel и профессор пошли исследовать местность. Suddenly, they heard a noise. Вдруг они услышали шум. Quickly, they hid behind the bushes. Быстро они спрятались с густами. To their surprise, they saw a man with huge elephants. К их удивлению, они увидели мужчину с огромными слонами. After that, they found a knife of Arne Sacknusson. После этого они нашли нож Arne Sacknusson. Итак, ну, это как примерно можно было сделать портфолио, ребята. И далее. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подпишитесь на мой канал, если он вам помогает. И обязательно смотрите другие видео, особенно с разбором контрольных работ. И напишите мне какой-то фидбэк, что можно было бы сделать, что, например, добавить или убавить. Спасибо. Ребята, а теперь перейдем к пятому заданию. Прошедшее время. Used to. Итак, study the rule. Find examples of used to in the text. Выучите правила. Найдите примеры использования used to в тексте. Примеры used to. Итак, правило следующее. Мы используем used to плюс глагол с окончанием инк, инфинитив, когда мы говорим о прошедших состояниях или привычках. Пример. Мой дедушка рассказывал мне истории, когда я был молодым. То есть, он больше этого не делает. Далее. He didn't used to wake up late in the morning. Он не привык просыпаться поздно по утрам. Did you used to ride a bike when you were five years old? Ты катался на велосипеде, когда тебе было пять лет? Sometimes we can replace used to with a past simple without any real difference in a meaning. Иногда мы можем заменить used to временем past simple без реальных различий в значении. When he was a child, he used to spend или he spent his holidays in Sochi. Когда он был ребенком, он проводил или он свои каникулы в Сочи. То есть, значение не меняется. Далее, ребята. Давайте найдем примеры в тексте. У нас было одно из заданий. Вернемся. И вот, ребята, посмотрите про слонов. They used to live thousands of years ago. Они жили тысячи лет назад. То есть, они жили и больше не живут. Вот, used to. Что-то у меня плохо, я не могу найти больше никаких примеров. Поэтому перейдем к следующему заданию. По-моему, там только про слонов. Use the words to write sentences about what you used, didn't used to do when you were six. You can use your own ideas. Используйте слова, чтобы написать предложение о том, что вы делали или не делали, когда вам было шесть лет. Вы можете использовать собственные идеи. Итак, read comics – читать комиксы. Go to the park – ходить в парк. Watch cartoons – смотреть мультфильмы. Play hide and seek – играть в прятки. Play with toys – играть в игрушки. Write stories – играть в истории. Drive a car – ездить на машине. Итак, например, when I was six, I used to read comics. Когда мне было шесть, я читал комиксы. Ребята, а я вам составлю отрицательное предложение. Например, when I was six, I didn't used to drive a car. Секундочку. То есть, когда мне было шесть, я не ездил за рулем на машине. Так, I didn't used to drive a car. Далее, вы можете написать, опять же, when I was six, когда мне было шесть. А, например, I used to – я играл во что? Например, I used to play hide and seek. Я играл в прятки. Ребята, в принципе, все легко. Просто вместо drive a car и play hide and seek подставляйте то, что вы реально делали. Итак, перейдем к следующему заданию. Study the box. Вы изучите то, что в коробочке. Then join the sentences with the words involved. Затем соедините предложение со словами, выделенными жирным шрифтом. Итак. We use as soon as, when, after, until, and then to introduce time and show a sequence of events. Итак, мы используем as soon as, when, after, until, и затем, чтобы представить время и показать последовательность событий. То есть, так у нас и называется эта секция, да, sequence of events, последовательность событий. Например, the phone ran as soon as he entered the room. Телефон звонил, как только он вошел в комнату. Далее, ребята, давайте попробуем предложение переделать. То есть, сначала мы их с вами прочитаем, а потом уже посмотрим, как надо было сделать. Отто и Аксель нашли сообщение. Они решили поехать в опасное приключение. Ну, ладно, ребята, сразу. Отто и Аксель decided to go on a dangerous journey as soon as they found a message. Как только нашли сообщение. Далее. Они спрятались за кустами. Они услышали шум. Они пошли встретить Ганса, и Аксель нашел старый нож. Итак, ребята, следующее задание – это writing portfolio, да, a short plot, короткий сюжет. Write a short plot for a book you read. Напишите короткий сюжет для книги, которую вы читаете. Use the plot in exercise one to help you. Используйте сюжет в упражнении 1 для того, чтобы вам помочь. Ребята, смотрите. Давайте с вами попробуем. Ребята, ну как примерно можно было и сделать. Посмотрите. Peter Pan by J.M. Barrie is an adventure fairy tale that tells the story of Peter Pan and a pirate Captain Hook. Значит, Peter Pan, да, значит, автор Берри – это приключенческая сказка, которая рассказывает историю капитана Питера Пэна и пирата-капитана Хука. Peter Pan lives in Neverland together with lost boys and mermaids. Peter Pan живет в Neverland вместе с lost boys, потерянными мальчиками, так это в книжке называется, по крайней мере, и русалочками. He fights with Captain Hook. Он борется с капитаном Хуком. He saves children from Captain Hook, who wants to feed them to a crocodile. Он спасает детей от капитана Хука, который хочет скормить их крокодилом.